В старинную усадьбу Алмазова приехали делегаты из 26 регионов страны. В прошлом году было принято постановление правительства России, которое определило совершенно новый формат работы организации для детей-сирот, когда дети живут не по интернатному, а по семейному типу. В Московской области сейчас 17 учреждений, которые занимаются проблемами детей-сирот, 5 государственных, 10 муниципальных и 2 частные организации. В них живут 603 воспитника. И согласно новой программе социализации, все в условиях, похожих на проживание в семье. Конечно, самая наша главная задача – это найти каждому ребенку семью. Но мы понимаем, что, наверное, с каждым ребенком так не получится. Поэтому мы должны в наших учреждениях создать максимально приближенные к семье условия. Я думаю, что в нашем учреждении «Доверие» здесь, в Щелковском районе, мы как раз покажем сегодня те условия по семейному типу, которые мы создали. Конечно, это очень серьезная ответственность, большая честь для нашего учреждения. Впервые мы за всю историю нашего учреждения принимаем гостей со Всероссийского съезда организации для детей-сирот. У нас сегодня работает специальная секция. Мы постарались все организовать для того, чтобы работа сегодняшней секции прошла очень успешно. На примере бывшей алмазовской школы-интерната участники съезда ознакомились с оборудованием воспитательных групп по квартирному типу. 30 мальчишек в возрасте от 7 до 14 лет, которые не знают маминой заботы, теперь узнают, что такое домашний уют. Большие комнаты в четырех квартирах разделены на две части – кухню-столовую и игровую. Спальни рассчитаны на четыре человека. Побывали гости-делегаты и в школьных классах с новейшим оборудованием, в том числе на презентации кружка робототехники. Мы все знаем, сколько много видов деятельности теперь у организации для детей-сирот. Мы сейчас разрабатываем и стандарты выполнения этих работ, поэтому много-много еще впереди.